Вторник, 13 ноября, стал первым в сезоне Днём Жестянщика. Те, кто ещё не ждал снежной погоды, теперь в ожидании очереди в шиномонтаж. О мокрых дорогах и предстоящей погоде в сюжете Ирины Трофимовой. Серые осенние пейзажи всего за несколько часов превратились в занесённые улицы города. Снег, долетая до асфальта, тут же превращается в кашу из воды и грязи. Подъехать к шиномонтажкам уже сложно. Но пока вовсе не из-за чередей из машин, а из-за луж возле входа. Погода резко изменилась. В принципе, было сухо, нормально. Выпал снег, решил поменять колесо. Конечно, там надо заранее стараться, потому что сейчас начнутся очереди. Но я как бы сейчас попал, вообще очереди нет. Ну а смотрю, на других шиномонтажах там сейчас очередь. Дмитрий работает в шиномонтаже уже 20 лет. Говорит, такая история каждый год. Заранее переобуваются лишь единицы. С выпадением снега, конечно, больше стало приезжать людей, потому что у нас же как люди ждут до самого последнего. Пока ажиотажа нет, пока нет. Сейчас мороз, вот если будет, гололёд будет, и я думаю, что будет ажиотаж. Снегопад плохо сказывается на дорожной обстановке. Видимость на дороге снижается. Асфальт становится скользким. Региональная госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее. Особенно опасны при непогоде резкие манёвры и превышение скорости. Сцепление колёс с асфальтом уменьшается, тормозной путь увеличивается. Шансы попасть в ДТП возрастают. Более внимательным водителям необходимо быть в местах возможного появления пешеходов. Перед переходами, остановками общественного транспорта и перекрёстками. Осадков на этой неделе выпадет немало. Если верить прогнозам, дождь и мокрый снег будут идти ежедневно вплоть до выходных. Температуру днём около нуля, ночью ожидаются слабые заморозки. Кроме того, всю неделю будет ветрено. Ирина Трофимова, Олег Айдаров. Новости губернии.